Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня готовим царскую закуску из печени с начинкой. Блюдо получается нежным, сочным. Кроме того, с начинками можно экспериментировать. Царскую закуску из печени можно приготовить для любого праздничного стола или к обыденному обеду или ужину, чтобы разнообразить ежедневное меню. Понадобится печень куриная, либо говяжья, яйца, молоко, мука, соль, перец, печень хорошо промыть, очистить от пленок и остатков желчного пузыря. Перебиваем блендером до однородности. Можно пропустить через мелкую решетку мясорубки. Добавляем растительное масло. Так блины получатся более нежными и не будут прилипать к сковороде. Добавляем молоко, яйцо, солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков теста. Даем настояться 10 минут. Если у вас тесто в итоге получилось слишком густым, добавьте молоко. Оно должно растекаться по сковороде. Сковороду смазываем растительным маслом, только для первого блина. Остальные мы будем жарить без масла. Выливаем тесто и распределяем его по сковороде. Как только блинчик схватился и начнет отходить по краям, лопаткой аккуратно проводим под блином. Переворачиваем на другую сторону. В итоге у меня получилось 7 блинчиков. Откладываем их в сторону и займемся начинкой. Для приготовления начинки нам понадобится плавленый сыр 2 штучки, отварные яйца, 3 штучки, соль, перец по вкусу, сметана, либо майонез, чеснок. Когда блинчики остынут, берем по одной штучке. Обрезаем немного края с двух противоположных сторон, чтобы получился прямоугольник. Края блинчиков порубить на небольшие кусочки. Яйца заранее сварить вкрутую, охладить и очистить. Натираем яйца на мелкой терке, можно на крупной. Добавляем чеснок, измельченные блинчики, 2 столовые ложки майонеза, либо сметаны, зелень и перемешиваем. Солим, перчим по вкусу и снова перемешиваем. Плавленый сыр следует заранее отправить в морозилку на минут 20, так он будет легче натираться. Измельчаем его на мелкой терке и отправляем в миску с начинкой. Перемешиваем до однородности. Пробуем на вкус, если нужно, солим, перчим. Берем по одному блинчику, выкладываем 2 чайные ложки начинки на один край. Равномерно ее распределяем. Теперь заворачиваем в трубочку. Закуска готова, ей нужно дать настояться минимум 2 часа, чтобы трубочки держали форму и впитали в себя начинку. Можно и дольше. Для подачи разрезаем трубочку пополам, либо на 3-4 части. Прежде чем нарезать каждый новый кусочек, я протираю нож сухой салфеткой, чтобы на ноже, а затем и на закуске не оставалось следов начинки. Выкладываю на блюдо и посыпаю зеленью. Если у вас есть идеи, как по-другому можно подать такую закуску, пишите в комментариях. Царская закуска готова! Всем приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok